...отношения между двумя странами. Недавно российские пограничники задержали Печорскому рисунку с голландским флагом. На борту находились... Намоклая тряпочка, возьми другую. ...потестовали против нефтедобычи в Арктике. Теперь новый скандал. И что это происходит в 2013-м? А ведет официально объявленный год в России и Нидерландов. И соответственно Нидерландов в Москве. Хотя на углове Геннадия Никеева подробности телеканал... ...измерения российского дипломата... Ну даже на запах попробуй, как они пахнут. Да, уже вкусненько пахнет. ...вкусненько пахнет. ...это глава комитета в Союзе Думы России по международным делам. Вряд ли полиция ГААИ могла избить и задержать второе лицо в посольстве России без санкций самого верха, отметил Печор. ...две недели назад мы рассказывали о реальности подражания поездок в столичный... Так что, ставим решетку, да? Все, первая решетка заполнена. Ставим вторую решетку. Возьми просто сверху, накрой и промахивай. Возьми просто сверху, накрой и промахивай. Просушивать курицу надо обязательно, иначе она будет вареная, а не копченая. Ну и опять, это способ очень быстрой готовки. Если надо приготовить, если есть время, то можно приготовить более долгим способом, но он будет более вкусным. То есть курицу или мясо можно мариновать неделю, две недели, три недели. Может ничего с ней не произойдет. Она от этого только вкуснее станет. Потом ее можно вялить. Допустим, под черевок я солил две недели, потом неделю вялил и потом коптил. Еще что, сразу после того, как закоптится курица, ее можно, конечно, сразу кушать. Ну, давай вверх ногами, вот это тоже, да-да-да. Только чтобы она не касалась. Ноги завернели, чтобы она не касалась. То есть потом она чем больше лежит, как бы сам дым проникает. Завернули там полиэтиленовый кулечек, положили в холодильничек. Дым проникает дальше вглубь тела, там курицы или рыбы, или мясо. И оно становится все вкуснее, вкуснее и вкуснее. Как же на рынке, где они продают этот гость? Вообще они занимаются? Кто на рынке коптит именно дымом? Никто. Жидкий дым, то есть вот так вот точно, как вот сейчас мы готовили курицу, только туда еще добавили жидкий дым. Все, на ночь положили, утром достали. Все и сразу вот так вот просушили, провялили и сразу на продажу. И считается, что она копченая. Ничего подобного, она и близко не коптена. Ну, пока ничего сложного не вижу в этом копчении. Ну, просто время. Или ты вот сейчас уже вынул, допустим промахнул и понес на базар продавать. Оно чуть-чуть на ветру провялится, будет уже сухонько и все. Либо тебе еще коптить, тратить газ, тратить опилки, тратить время. Поэтому экономически невыгодно просто коптить именно так. Все, прибираем. Что дальше? Теперь, наверное, бери камеру и покажи, как оно там. Поднеси камеру и покажи, как оно уложено. Туда, чтобы внутрь было видно. Вот они уложены, первая решетка и вторая решетка. Как заставить мэра извиниться в городе. Все, отходи, я закрываю крышкой. Коптилка у нас с водильным затвором. Поэтому мы закрываем крышкой. У меня уже приготовлена трубка. Трубку я подвожу под вытяжку. Чтобы она держалась на веревочке просто магнитиком. То есть, вот такая вот конструкция. То есть, трубка, которая дымотводящая, она будет прямо идти в вытяжку. Включаем вытяжку. Вот она пойдет. Потом включим, чтобы сейчас не шевелло. Дальше, мы заливаем водичку в водяной затвор. Для того, чтобы дым не пошел через крышку. Берем кружечку. Ну, вот по периметру пошла вода. Ну, еще чуть-чуть. Все, теперь зажигаем газ. Проверяем. Все горит. Все хорошо. Можно заснять. И теперь ждем до тех пор, пока через трубку не пойдет дымок. После того, как через трубку, то есть, зажгнутся опилки, и через трубку пойдет дым, засекаем время. Курочка у нас молоденькая. Окорочка небольшие. Поэтому, я думаю, будет достаточно минут 20-25. Ну, пускай... Да, 20-25 минут хватит. Время можно варьировать в зависимости от того, какой толщины у нас сало, мясо или птица. Рыба готовится быстрее. По опыту, большой карп. Такого размера, как коптилка. Вот с такой вот спиной. Коптится буквально 25-30 минут. Вот и все. Ждем дыма. Включаем вытяжку. Подносить. Покажем дым. Прошло буквально 6 минут. Ну, вот. Видно. Видно, как из шланга идет дым. Значит, все нормально. Теперь можно засечь время. Да. И через 25 минут она будет готова. Да. Еще что, снимать ее сразу нельзя. Вот. Снять ее можно будет, ну, открыть крышку, после того, как она уже остынет. Ну, все. Ждем готовности. Все, ждем готовности. Ну, прошло 25 минут. Мы выключили газ. Прошло еще 20 минут. Уже более-менее остыла. Получается коптилочка. Ну, и попробуем ее открыть, посмотреть, что получилось. Сейчас. Так, еще надо кряпочку одну. Приключаем вытяжку. Подожди. Еще горяченькая. Сейчас еще кряпочку изможно. Ну, вот. Вот такая вот получилась курочка. Я в твоем. Чем бы ее достать? А ну, покажи нижний ряд, как получился. Вот. Ну. Вот. Ну, в крышку все выведут. окорочки но очень-очень-очень даже ничего корочочки сейчас я в это блюдо выложу и вот теперь их можно сложить холодильничек иначе не пропахнут весь дом но вот копчености быстрого приготовления все спасибо больше завтра поедем тестировать магазин что что вы и и и